всем привет у нас уже второй час наконец-то включила камеру с утра что у нас было с утра с утра мне мама звонит что у нее не работает скайп очень странно у нее как сестра я сделала скайп на ее телефон она говорит что по скайпу на телефоне она не может дозвониться к своей сестре двойняшки а на компьютере и скайп что-то у нее не включается и вот понимаете мама 67 лет я на другой стороне и она пытается чтобы я что-то сделал починила я уже звони мне по скайпу на телефоне будешь показывать мне компьютер я попытаюсь тебе что-то там объяснить люди это это были нервы это было что-то короче мы ничего не починили вообще дошло до того что у нее мышка вот эта стрелочка которую пальцем можно перемещать да не работает кстати на моем компьютере то же самое сейчас опять случилось но когда-то уже было такое потом было время что она работала теперь опять не работает теперь я подключаю мышку компьютер забираю Габриэла его мышку и подключаю потому что свою старую я уже выбросила похоже у мамы то же самое случилось говорю мама может проблема вообще не в скайпе но я думаю ты бы смогла позвонить с телефона это не имеет значение это наверно потому что у нее по компьютеру я не думаю что это поэтому там все красное показывали наверное просто у них проблемы с интернетом ну короче надо сестре одной написать узнать что происходит ну просто так это кино дэнни там уже дверь закрыл я в спальне была с мамой пыталась телефон показывать в компьютер рассказывать говорю мама узлы найди у себя в компьютере то же самое мама психи нервы я ничего не вижу говорю потому что ты еще не дошла до этого ну короче это это было это было момент вспоминать потом это было бы интересно показать я не думаю мама бы хотела чтобы это было на просторах ютюба но был прикол дальше чашек засну сегодня вообще полдень это вообще неслыханно в последние времена вообще засыпает в три а то и не я такого с дэнни когда дэнни был за главного он и в пять мог засыпать на тихий час а тут что-то решил поспать и врюла нам нам легче так что он спит я приняла ванную и сейчас будем думать о обеде пошла и дети в восторге от кукурузных палочек скажет мама где эти читать читать за такие сырные палочки в америке которые сладкие я же их на завтрак сел кто-то есть просто на перекус ну вот итак получила я звонок от учительницы моих детей получается так что программ которую нас записали все эти будет одна и та же учительница она хочет с нами встретиться это как бы происходили в личном лично или по компьютеру я по идее хотела лично встретиться я не против давайте папы с мужем что он думает на этот счет так что как то так она мне дала ссылки на всякие программы по которым она хочет учить меня детей для каждого из них по был по возрасту выбрала некоторые программы у габриэла посоветовал две разные программы надо пойти посмотреть как это все выглядит это конечно все новое 9 но я бы конечно хотелось чтобы детей был личный контакт более-менее с учительницей не просто виртуальный да и это конечно будет сильно новое для них работает таким образом все новое для нас тех ну по крайней мере лед тронется я решила испекти печеньки которые у меня холодильник короче остатки когда у тебя сын влюблен в сырое тесто печенье к ней получилось уже доедает знаете типа люблю есть сырое тесто но не могу съесть все что потом меня не обвиняли что я съел все и осталась такая фигня я вырубил это самое главное на самом заду холодильника я пока вытащила их там чувствую что там вообще тесто толком нету мне дюлета говорила вчера марин мама купи это самое еще банку тесто да у нас как будто есть оставалось надо было слушать дочку и вот ждать доедаю же если там пекти нечего так уже он так ей так что доедает первый огурчик огурчик за неделю помоем мы вышли погулять пока еще комаров не слишком много и не слишком жарко мастер-класс я пошла поливать он скандалил пришлось поливать вместе папа его не мог уговорить кататься теперь мы идем за червяками делаем свою работу кому же еще остается делать да ну простой кача кача маги тут соревнуются как всегда уже успокоились они уже соревновались минут 15 девочка соседская вышла чё за мамку юбкина держишься то есть за юбку мамкина молодец горжусь горжусь мой санитар уличный молодец я в своем возрасте червяков бы в жизни даже не дотронулась я бы векала и бежала и и плакала а ты смотри какой сразу видно мужчина вот так так молодец выкидывай до премии недолго лава длилась джашек еще с папой видите я ушла он нормально с папой играет все все червячки поднял просто говорю комары гады вылетели нас разогнали девчонки немножко соседкой маленькой погулялись но потом ее мама позвала кушать а мы прям запах идет гриль у них работает Дэнни говорит мне прям гриль захотелось рожать что ли рожать что-то мод можно такое у нас ничего нету грилить на данный момент все замороженное джашек что это такое кто ко мне ползет джашек вау вау джашек смотри он сейчас укусит хи 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 тесенька Кто это? Кто это, собачка? У-у-у! Ой, сладкий. Песик. Да. Песик? Ага. Я тут спряталась, меня нашли. Да, меня все равно нашли. Один песик с другим песиком. Посмотрите на это чудо. Посмотрите. Смотрит кино вместе со мной. Я думала перекусом сделать. Тоже палочки люблю. Кукурузные. Пришел. Выпросил молока. Сел. И потом он говорит, не понял, мама. Палочки ж для меня, не для тебя. Я ж знаю, кому бабушка палочки купила. Короче. Не могу даже поесть палочек. Все надо на нычку делать, да? Мама, уже второй кулек заканчиваем. Обалдеть. Не, ну вы посмотрите. Он мне принес, он поделился. Сына, ты просто выиграл мое сердце. Это же надо. Он подумал, я даже ничего не сказала. Он говорит, here you go. Типа вот мама. Потом мальчик сел со мной. И помогает маме кушать палочки. Под вечер моих детей пробила на бекон. Так же я делаю булочки пеку. Ммм. Прям самой захотелось. Ну, булочку можно, бекон. Будем ждать завтра. Сегодня же влог будет выходить короче, чем обычно. Ну, вот такое. Пришло время для комментарий дня. Комментарий дня я сегодня отдаю каналу USA. Моя семья, мое богатство. Людочка из Нью-Джерси. Советую, если вам интересны, влоги из Нью-Джерси. Она пишет. Марина, насколько я слышала версию, что магазины пустые не из-за того, что все разбирают, а из-за того, что вещи и все остальное просто не заказывают. Руководство боится второй волны, поэтому не вкладывай деньги в товар. Магазины могут снова закрыть, и тогда товар никто не раскупит. Получается, что выбросят деньги на ветер. По крайней мере, так мои родственники объяснили в Бурлинтоне, почему он пустой. Да, я считаю, что так это и есть. Ну, не то, что они там банкротятся, а то, что магазинам тоже тяжело в этот период. И они не заказывают, и все такое, да. Все равно это как излишки пандемии, да. Спасибо за этот комментарий. Это вам как-то более показывает нашу ситуацию, что происходит на данный момент. Ну, как-то так, да. Ну, а я буду с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку. И просмотр рекламы. Я вам желаю спокойной ночи. До новых встреч. И ба-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok